всем привет с вами леонид и у меня в гостях юра юра привет всем привет где мы находимся в адлере да это рядом сочи вот и сегодня я взял такую камеру которая называется samsung af slim r ну на самом деле то же самое что samsung там своим зум или еще что не такое у нее как видите квадратный перед с квадратной беговиной это камера очень похоже на конику big mini и внутренней части составляющей тоже очень похоже это стекло 35 которое должно нам показать шикарнейшую картинку мы сегодня даем собственно юли эту камеру который ни разу и не пользовался на и никогда и не пользовался но я знаю что она включается и не выключается сразу же и это все что я знаю об этой камере у нас это один микрофон на двоих вас такой экспресс тур не выключается сразу она потому что нужно должна зарядиться вспышка вот почему то есть ты можешь включить камеру но ты ничего не можешь делать пока вспышка не зарядится у тебя ни одна кнопка не работает даже выключение что максимально странно но это факт кстати вспышка не отключается здесь здесь есть авторежим и полное заполнение но вот выключить ее нельзя к сожалению и у нас второй сюрприз это волшебная редкая пленка дубэликс называется черно-белая пленка дубэликс и юра ни разу не снимал на чб да я никогда не снимал на чб но я знаю то что когда есть свет и тени чб проявлять себя в лучшую сторону возможно но мы сегодня это проверим и будем путешествовать по самым тайным закоулкам городка это куда мы пойдем какие то есть и общие такие направления мы прогуляемся по моему райончику все как впрочем и обычно происходит а затем скорее всего мы пойдем на пляж это можно назвать пляжем можно назвать просто каменистой местностью рядом с морем и пофоткаем там людей потому что она автофокусная она на 35 миллиметров у нее диафрагма 35 и она должна очень быстро щелкать прохожих то есть стрит у нас будет да мы пофоткаем стрит и возможно пофоткаемся сами тут 36 кадров тут очень много кадра у нас экспресс на пару часов так что должны все успеть 6 кадров на пару часов да погнали и так я открываю заднюю крышку вставляю пленку это так просто было бы так просто на советских фотоаппаратах все бы фоткали на советские фотоаппараты такая пленку получается в самый конец и провожу прямо до конца все в принципе можно закрывать чуть чуть не прижато ну ладно так смотрим включаем все камера показывает первый кадр получается что мы можем фотографировать если здесь был бы нулевой то тогда пленка бы не вставилась и не было бы первого кадра все сейчас мы идем фотографировать но настало время включить камеру мы отошли буквально 20 метров от моего дома и мы видим вот это крутое дерево у него очень классные прожилки из коры и скорее всего через чб будет видно будут видны эти прожилки ракурс я выберу немножко необычный я хочу сфотографировать его снизу и прям максимально близко к дереву скорее всего будет на фото непонятно что это вообще дерево первый кадр сделан а теперь давайте сделаем селфи я никогда не делал селфи на пленочную камеру и так странно а ну я сфоткал так как я работаю в кофейне и увлекаясь ботаникой мне интересно фотографировать деревья я нашел еще одно очень интересное дерево для вас это вот это она странная для меня потому что в адлере обычно все деревья зеленые а это дерево облезло и давайте сфотографируем его это необычно максимально важно фотографировать вместе с небом деревья потому что не нужно что попадали здания или люди на этот кадр чтобы было чисто поэтому мы присядем и максимально вверх поднимаем голову ты снимаешь да а ну в общем мы забрались на камни и это по идее запрещено но всегда когда не видят то разрешено мы пойдем сюда так леонид вы справляетесь на камни имеют очень много теней и оттенков и это максимально интересно потому что можно сфотографировать солнце и и одновременно камни и солнце и тени так хочу сфотографировать вот этот прием камней здесь как раз есть тень полутень и свет следующая я бы хотел сфотографировать портрет на фоне моря и камней мы взяли моделью мою девушку ее зовут лика и она очень красиво выглядит так и вот еще один простой кадр и 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 посмотрели в кадр интересно что из этого выйдет верховой стрит верховой стрит 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 ассасин скрит маленький охотник за стрит фотографиями включен мы идем фотографировать людей которые сидят на камнях они нам не знакомы видите ту девушку белом у меня написано сэмпл сейчас мы сфотографируем пример да мы будем фотографировать против солнца это очень плохо но и одновременно очень хорошо посмотрите там фотографируют людей нам тоже это нужно нам нужно фотографировать людей мы сейчас пойдем сфотографируем эту девушку беспалево я фотограф вор из тех кто ворует фотографии а сейчас мы быстренько сфоткаем корги пока его хозяева идут и пьют кофе камера показала себя достойно потому что она привлекла внимание собаки это было очень круто она беззвучная и люди даже не поняли что я сделал мне очень нравится вот эта переодевалка и мы попросили нашего незнакомого человека тире модель встать просто в ней и сейчас мы сфоткаем на samsung на самом деле он фотографирует настолько тихо что никто не понимает то что я с фотографировал поэтому это суперский идеальный фотоаппарат для того чтобы фотографировать стрит просто чайка не взлетит когда ты сфотографирует так снимаем очки не забываем о том что нужно навести кружочек на фокусное расстояние и чуть-чуть нажать кнопочку затем мы фотографируем все мы сделали кадр круто смотрите здесь очень много теней очень красивые колонны солнце садится потихонечку и там идет молодой человек нужно успеть и побежать на него прямо кажется я что-то закрыл пальцем и она сфотографировалась со вспышкой интересно еще раз фотографировал со вспышкой это не обычная камера ну ладно а смотри тут нажимаешь флэш и тут глазик появляется а если мы понятно авто он и все нет не перематывай как слава богу да я надеюсь то что клёво получилось но там люди на заднем плане вот чем минус так здесь очень шумно здесь очень красивые колонны и море плещется давайте сфотографируем это я буду фотографировать это вертикальная привык фотографировать вертикально это так удобно и красиво а здесь она хотя бы чуть-чуть попала кадр тоже так как у нас уже темнеет и холодает мы пришли на рынок чтобы закупиться чурчхеллой и конечно же сушеной хурмой и ну мы видим уже пустые прилавки все по уезжали и мне так хочется сфоткать книгу среди прилавка потому что геометрически это очень интересно выглядит как минимум здесь миллион тысяч геометрий кстати стало прохладно у меня замерзла рука но поэтому я не успею в стрите кого-нибудь сфотографировать очень быстро и мы решили вернуться к деревьям это дерево она настолько огромное и настолько поражающее что у него два ствола в одном это очень интересно и красиво выглядит я хочу сфотографировать его вновь с небом и зацепить как раз таки вот эту часть где сначала идет это один стол а потом разделяется на два стола и вверх я ставлю бочку и тебе придется сесть на бочку и тебя как-нибудь вот так видно? берябшись на нее вот так так видно как модник вот как-нибудь вот так сесть ну ты скажешь что надо сделать я сделаю пошли нет давайте просто А можешь сдвинуться немножко туда? Отлично. Много плоскости, нужно больше плоскости. Сейчас мы заснимем вот это, я не знаю зачем, тут очень много кадров, уже 35-й сейчас будет, получается, и я уже просто не знаю, что фотографировать. Сейчас мы встретим самокатчика, который слепит нас и ослепим его... Нет, не успели. Ну, могли бы ослепить его в ответ, но ладно. Каждый раз она использует вспышку, как будто это что-то поможет. Машинку попробовать снимем. Да, а вот здесь уже. Там зовут Нечи. Кого? Каких пипов есть тут? А, это сегодня. А вот здесь как машина. Я дофоткал пленку и протестил эту камеру. Сейчас я дам Ленину пленочку. Сейчас она помотает чуть-чуть. Помотала, выключилась. Камера в целом мне очень понравилась. Она бесшумная, она снимает очень быстро. То есть отклик на кнопку достаточно резкий и не нужно, нажав кнопку, ждать еще несколько секунд. Из минусов я могу выделить то, что у нее не выключается вспышка. На ЧБ пленке это может повлиять крайне негативно. В остальном камера очень удобная и приятная. Стоит она в районе 10 тысяч и я бы ее купил для того, чтобы ходить по стриту и также щелкать людей. Это очень интересно и необычно. То есть она бесшумная и для стрита она подойдет максимально. Всем пока. С вами был Юра из Адлера. Ребята, не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. У нас там очень много интересного контента. Выкладываем различные лайфхаки. А также каждый понедельник мы делимся снимками друг друга, чтобы каждый мог оценить вашу работу.